Вы знаете, я лично и все русские националисты очень довольны тем, что ФМС и господину Ромодановскому потребовалось всего 10 лет, чтобы осознать, что мигранты представляют какую-то угрозу в России, что они разрушают межнациональный баланс в том, что повышают криминальную напряженность, и местное население они не нравятся. Вот за 10 лет они, видите, это осознали, это уже замечательно. Глядишь, еще через 10 лет что-нибудь сделают. На самом деле все опросы последние 10 лет, причем лица, которых невозможно обвинить ни в фашизме, ни в ксенофобии, однозначно высказывали заведение визового режима со странами Средней Азии и ограничение миграции в Россию, которое это же ФМС за последние годы и допустило, когда целые большие отрасли государственных унитарных предприятий, в частности Москвы, были отданы на откуп национальным диаспорам. Ни для кого не секрет, что плодо-овощные базы и рынки при Лужкове были отданы на откуп азербайджанской диаспоры. Строительный сектор полностью доминирует, выходцы из Средней Азии, там более 90% трудящихся. Дорожное строительство, озеленение Москвы и так далее. Я в свое время встречался на круглом столе с руководителем крупнейшего группа Москвы, азербайджанцем, Мосзеленхоз, который даже не разговаривал по-русски, при том, что он 20 лет, как заявил, уже живет в Москве. У меня возник резонный вопрос, значит, он общается только со своими земляками внутри Мосзеленхоза, если он русский язык не знает. То есть, ну, эту систему надо было давно ломать экономическими методами. Вся миграция сегодня жиждется исключительно на коррупции, и мы за нее платим безопасностью наших близких на улице. Нам заявляют постоянно, что это бесплатная рабочая сила. Это неправда, это обман. Да, действительно, мигранты на руки получают меньше денег, но по ведомостям они получают абсолютно все те же суммы, которые получали бы москвичи. В частности, я вам могу привести железный аргумент о неверности утверждения, что мигранты дешевая рабочая сила. Более 90% строительного сектора – это выходцы со Средней Азии. Та самая дешевая рабочая сила. Но стоимость квадратного метра жилья в Москве – второе место в мире после Токио. Вопрос в чем? А все очень просто. Это коррупционная составляющая, дезов, префектуру, прав и различных ветвей исполнительной власти. И мы, они получают виллы, дети у них учатся в Англии, они получают коррупционные потоки денег гигантские, а мы платим безопасностью своих близких на улицах. Сейчас уже даже МВД признает, что более половины преступлений в Москве совершают приезжие мигранты. Я считаю, что помимо внешней миграции, надо ограничивать и внутреннюю миграцию. Неконтролируемое переселение социально неадаптированных больших групп граждан в любой регион страны, независимо от их национальности, ведет к всплеску межнациональных противоречий и конфликтов. Это не русская черта, а черта абсолютно всех народов. Попробуйте в Карачаево-Черкесии построить Угзбекскую деревню, и вы тут же получите межнациональный конфликт.